Гладко, уже приятно рукой держать. Вот оно. А здесь, ну пипец, слышите? Вот давайте вот прям вот этим резцом непожалеем его, слышите? И вот здесь. Всем привет, друзья! Очередная посылка мелкая из Китая. Вскрываем. А здесь у нас пластины для 10-го держателя фирмы Досан. Это можно переклеить вот так вот сзади, чтобы она не мешала. Здесь у нас маркировки всякого рода. 11Р, А60, ДМ10. Это значит, что они понержавеющей стали. Вот как выглядит пластина. Ну, вопросов к ним нет. Главное, чтобы подошло на держатель. Вот здесь вот у неё А60 и Р. Всё написано. Друзья, вот так выглядят эти пластины. Ну, вроде как всё отлично, ничего не потеряно. Ну, мне, кстати, вот странно. Пластины пришли быстрее, чем резцы. Поэтому продемонстрировать не смогу. Ну, в любом случае, за качество. Там куча отзывов. Всем всё нравится. Все довольны, все улыбаются, машут. Закидываем в наш ящичек. Пользоваться они будут на вот этом токарном станке. Тоже из Китая. Металл Мастер. Очередной фаслит. Из Китая. Вот в такой коробке он прибыл. Растёгиваем. Вот так, что имеем. Вот это пластины 11 ИР. 11 ИР. Но это вряд ли. Мы все знаем, где это делается. Вот это значит, что они по нержавейке. А это их размер. Вот это пластины НС-3030. Я заказывал резцы для токарного станка. Вот они пришли. Семь их штук. Недооткрыл. Вот так они по-интересному запакованы. Смотрите. Не хватает тут. Не хватает тут. Тут не хватает. Очень интересно. Ну да ладно. Хорошо. Поехали. Смотрим, что за резцы. Они сразу же идут с ключом. Видимо, каждый со своим. Проходной прямой резец. под ромбик. Так. 12. 12. Проходной прямой посмотрели. Так. Судя по маркировке, это у нас отрезной. О да. Вот он вот такой. Я думаю, что тоже 12. Я был прав. 12. Пластина под него есть. Ну, трех пластин, кстати, не хватает. Зажали три пластины. Здесь вот такой вот ключик. Все движется. Все хорошо. Очень тонкая, кстати. Не знаю, как он будет. В общем, посмотрим, попробуем. Я думаю, что все будет хорошо. Потому что отзывов просто дикое количество у этого продавца. У этого продавца. как бы не просто даже заказать, потому что он заказать как бы просто. Так. Я хочу заметить, что у каждого резца свой отдельный ключ. и он не такой, как у других резцов. Так. Этот резец тоже 12. Это у нас под какую он пластину. Это, скорее всего, резьба нарезной резец под вот эту вот самую большую пластину. Судя по маркировке, да, ничего тут непонятно по маркировке. Скорее всего, это под большущую пластину, да. Так. Поехали дальше. Это у нас внутренний резец прямой, проходной, прямой, да, проходной, прямой, внутренний. Левый, он еще их называет, или правый, там черт его знает. Правый, по-моему. Так. А это, наверное, вот левый. Хотя не, у него вообще другая маркировка. Ну, давайте смотреть, что здесь. А, это нарезной. Кстати, он что-то как-то странно. Под углом, вот смотрите. Вот получается, вот так вот он ровно лежит, а вот эта плоскость под углом. Думаю, это брак. Думаю, это брачело. Не должно так быть. Не знаю, почитаю еще, посмотрю. И вот эти вот, которые здесь вот справа лежат, одинокие резцы. это, наверное, это прямые резцы. Просто прямые резцы. Накидывается в них вот одна из и он режет. Прямой резец. Очень интересно. А, у нас еще есть левые, правые. не а вот. А вот это, кстати, самый ходовой вообще резец. Проходной отогнутый. Ну, им чаще всего работают. И тоже вот вот такой вот ромбик сюда и погнал. Не доложил он пластинок, но как не доложил? В принципе, он доложил их. Почему? Потому что семь резцов и здесь семь пластин. Каждому рису по пластине. Все верно. Но остальное докупайте, как говорится, сами. Я заранее заказал вот такие вот пластины. Значит, это у нас на отрезные. Вот они разного формата. там по алюминию, по нержавейке и так далее. Это у нас резьба нарезные. И ромбы на на косые, на проходные и так далее. И разного они там тоже состава. Вот эти черные, по-моему, это такие они интересные. Там супер по супер сталям. А вот эти вот золотые они менее. Ну, типа там золото можно сталь-3 взять и цветняк, а черные они посерьезнее. Ссылки оставлю обязательно в описании. Смотрите, проходите. Значит, как работает резцы. Вот сейчас попробую вам продемонстрировать. Давайте на примере вот этого откидного, да, ходового самого, да, вот этого резца. И прям его же пластинку возьмем, которая с ним шла, да, пластину, которую предложил нам сам продавец. И попробуем что-нибудь сварганить им. Ну, вот они две одинаковые, в принципе, вот эти пластины. Берем одно, ключом откручиваем. Кстати, не слезал, что есть хорошо. довольно там он крепко держится. Болтик точно прокаленный. Ставим и закручиваем. ну, все. Так, значит, вот это, чтобы не растерять, обратно все закрываем. Оп. Тубус обратно закрываем. теперь, друзья, проходим на токарный станок. Сейчас будем его устанавливать и что-то пытаться на нем сделать. Так, ну, вначале нам надо поднять голову. у меня токарно срезерный. Я думаю, что мы поставим вот сюда же вместо вот этого. Почему? Потому что там уже пластины правильные стоят. Вот. вот эта вот высота у нас 2,3 миллиметра. Мы ее уже знаем, ее уже отмерили. Вот так. 2,5 много. Это значит, мы будем заниматься ***. 10-ю пластину. Вставим. 2,3. Значит, 23. Отлично. То, что надо. Все. Фиксируем. Откручиваем. Так. В качестве подопытного у нас пойдет конус, который я тащил ранее. Конус и он же сталь 3. Так. мы его ставим на нулевой плачок. Вот так. и затягиваем. Включаем станочек. Посмотрим, на что это все способно. и на что плачок. Так, ну сами вы все видите. Пластина ровная, как точит, точит плохо, бьет, но почему она так себя ведет, не ясно, качество точения такое она как укусами, но вы сами слышите вибрацию, даже на больших оборотах она идет, эта вибрация. Она серьезная, здесь вроде бы все как бы зафиксировано, попробуем наоборот поменьше оборотов сейчас дать. 500 оборотов друзья, 500 оборотов и подача, пусть будет опять 4 сотки, сотки, 4 сотки друзья. Вот так вибрирует, у меня аж он упал здесь. Не, ну так, конечно, не пойдет дело. А, я, наверное, все-таки подавал больше, потому что здесь какой-то люфт появился. Плюс неточность. Так, друзья, сейчас подача 400. Вот сейчас она реально 400. Видите, она даже, то что не уточилась, ну, в прошлое раз, вот сейчас пытается уточить. Я прохожусь по тому же месту, и она продолжает его скупить. Так, ну давайте еще 4 сутки. Ну, берет чем, это Люба берет. Ну, получается. Значит, еще 4 сотки добавляем. Давайте 8 соток. А, почти одна десятка. Одна десятка, друзья. Одна десяточка. И подавать я буду все-таки малой подачей. Малой продольной, потому что побаиваюсь. И давайте обороты дойдем на вторую. Субтитры сделал DimaTorzok. так ну и что тут то ничего хорошего тоже поверхность ну такая лучше чем конечно было от советских лицов ну вот кстати заметил чем ближе вот к этому краю тем поверхность ну ровнее значит все таки вот то нету никакого продольного биения что с пластиной смотрим с пластиной все хорошо я бы сказал даже идеально хорошо так три сотки друзья ой не три сотки а полторы десятки полторы десятки полторы десятки наоборот один с половиной а 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 ну вот такая поверхность уже более или менее но бывает и лучше даже не то что бывает должно быть получше вот что получилось вот такая поверхность я не скажу что она идеальная но она уже более менее гладкая и вот такая поверхность была значит при использовании вот такого резца резец обыкновенный российского производства metal master на нем написано сделано в россии за 6000 рублей упаковка из 12 резцов вот такой вот у него получался никакой никакая поверхность вот такая она была никакая и этот резец гладко уже приятно рукой держать вот она а здесь ну пипец он слышите вот давайте вот прям вот этим резцом непожалеемого слышать и вот здесь и здесь по звуку мне кажется слышно что поверхность поверхности разные все спасибо большое за внимание такой обзор новых моих резцов буду ими пытаться что-то делать снимать обязательно подписывайтесь конечно же всем спасибо всем пока